Только вперед, только победа! Под таким девизом воспитанники Динамо Дмитров показали себя во всей красе на первенстве Центрального федерального округа. У нас 10 человек, ребят, выступили, я считаю, очень хорошо, почти, скажем так. Из 8 золотых медалей наша школа завоевала 3. То есть на остальные, скажем так, 16 регионов Центрального федерального округа досталось 5 золотых медалей. А еще в копилке серебро и бронза. Победители первенства Центрального федерального округа будут выступать на всероссийских соревнованиях. Ребята показали лучшие результаты в своих весовых категориях. Это у нас Дмитрий Котельников, ну это у нас, скажем так, лидер 60 килограмм выиграл. Мы так и надеялись. Нас еще удивил Эдик Салапон, который в 73 килограмма. Он у нас вышел с юношей, то есть другой перешел в возраст, да, и выиграл первенство ЦИФО. Удивил нас тоже. Ну и Владимир Кравцов, 100 килограмм. Владимир Кравцов принимал участие не только в юниорском первенстве, проходившем в Раменском с 15 по 17 октября, но и во взрослом, где также показал великолепные результаты. Боролся весовой категории до 100 килограмм. Было у меня четыре встречи, четвертая была финальная. Были сложные соперники на самом деле, то есть легко нигде не бывает. На пути к первенству у Владимира возникли проблемы с подготовкой. Еще было очень тяжело, то что я сейчас поступил учиться, и получается у меня был большой пробел между тренировками. То есть я, может быть, на протяжении месяца я только бегал и подтягивался, то есть у меня ковра не было. Вот как он сейчас проходит. И все. То есть я от этого и отталкивался. Было очень тяжело, физически было очень тяжело. Технику молодой человек не растерял и показал результат многолетних тренировок, а заодно и удостоился нового звания. Я и еще один парень выполнил норматив мастера спорта. Это Дмитрий Котельников. Он сейчас находится в Ульяновске, борется на вооруженных силах. Вот два золота получается. Это, получается, были первые соревнования, за которые за первое место давали мастера спорта. То есть ты должен был пройти всех своих соперников, стать первым, лучшим из них, и из-за этого тебе присвоили мастера спорта. В начале октября динамовцы выступали на летней универсиаде в Екатеринбурге, где также показали неплохие результаты. Состязания проходили в два дня. Первый более легкие веса, во второй потяжелее. Динамовец Николай Суров чуть-чуть не дошел до финала. Он выступал в весовой категории более 100 килограммов. Универсиады, неплохие такие соревнования, но за выход в финал немножко не повезло. Сам вел оценку, сам же попался на прием. И пришлось бороться за третье место. Я сделал бросок, я вел оценку. То есть мне можно было просто отстаивать и по наказанию выиграть. А я взял не свой захват, и мне сделали движение, и я упал. На летней универсиаде также выступали девушки. Эльвира Камалова прошла в финал и взяла первое место в категории до 70 килограммов. Она первой стала. Она молодец. Я за ее схватками, честно, не наблюдал, потому что параллельно шли и мои. И она всех выиграла. У динамовца впереди еще много важных соревнований. В том числе чемпионат России среди мужчин и женщин, который пройдет в Хабаровске с 7 по 9 ноября. А также первенство России среди юниоров и юниорок, которое состоится в начале декабря в Мурманске. Подробнее о прошедших соревнованиях и о планах на будущее в программе «Проспорт» в это воскресенье.